Добрый день, уважаемые садоводы! Мы в гостях у Натальи Николаевны Иванцовой, руководителя Центра природного земледелия города Новосибирска «Сияние». И сегодня речь пойдет об агротехнике земляники. Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня мы будем говорить с вами о любимой ягоде всех детворы и взрослых земляники. Земляника садовая, кто-то ее в Сибири называет викторией, кто-то ее называет клубникой. Но и биологический вид – это земляника. Сортов великое множество. И всем хочется сладкую, крупную, которая не болеет и ведет себя хорошо. Сегодня я вам покажу всевозможные сорта земляники, которые ведут себя просто отлично. Но все зависит не только от сорта, все зависит еще от агротехники. И посмотрите, без разницы, это ремонтантная. Ремонтантная – это не та, которая некоторые садоводы говорят, она безусая. Она вся с усами. Ремонтантная – это значит достаточно долгого плодоношения. Кто-то плодоносит из ремонтантных два раза за сезон, кто-то три, а кто-то практически постоянно дает. И ремонтантная – одна из моих любимых земляник, вид ремонтантной земляники. По той причине, что ягоду можно есть круглый сезон, начиная с июня месяца и заканчивая в октябре. И что же мы делаем такого с земляникой, чтобы посаженная в конце сентября, практически она посаженная из горшочков, она ведет себя вот таким образом. Посмотрите, насколько, какие крупные ягоды у нее. Здесь она выдала три цветоноса. Ягоды просто огромные. И это не только этот сорт, это много сортов. Есть ранние, которые сейчас плодоносит. Есть более поздние сорта. И есть также ремонтантный сорт. Вот здесь пикадилли ремонтантный сорт. Как же понять, все ли хватает нашей земляники? А понять очень просто можно. Это по листу. Лист, я всегда говорю, что земляника улыбается, она вот так блестит. У нее такой красивый, роскошный лист. Красивые цветоносы. То есть все завязывается хорошо. И вот такая ягода дает максимальный прирост рожков. Рожки это сколько вот у нее. Мы высаживаем один рожочек, потом он с каждым годом разрастается. И может вырасти много-много рожочков. Из каждого рожка бывает один-два цветоноса. И от этого зависит урожайность. И от того, как будут нарастать эти рожочки. И будет зависеть, как эта земляничка будет ее сколько много на кусту, либо мало. Почему же она такая красивая, с прошлого года высаженная? Да дело в том, что если мы ее высадим в плохой грунт, я уже показывала, то тогда земляника вообще расти не будет. То есть она будет... Мы каждый год будем менять новые сорта. И всегда такой законный вопрос. А вы не пробовали в машину бензин заливать? Почему она не едет? То же самое с земляникой. Вы не пробовали ее покормить по-человечески, посадить в хорошую почву? Если ее посадить в бедный грунт, это одна из самых плорожорливых ягод. Малина и земляника. То есть вот одной заправки на один сезон ей хватает. Растет она на одном месте 2-3-4 сезона. В зависимости от того, сколько хватает питания. И урожайность падает. Потом можно будет менять через 4 года. На этой грядочке что-то высаживаем другое. А земляник усадим на той грядке, где она не росла. И снова ее заправляем хорошо. Как же я ее хорошо заправляю? Что я делаю для того, чтобы она была такая? Я смешиваю один к одному нашу глинистую почву, в которой слабо все растет, в плотной. Я смешиваю один к одному с конским подстилочным навозом. Кто-то из садоводов боится этой смеси. Мне она нравится. Добавляю биогомус. Примерно по стакану на одно растение. И через 50 сантиметров высаживаю. Потому что кусты огромные, занимают много площади. И люблю высаживать в один ряд. Сейчас у нас начинает... Еще она не начала особо плодоносить. Но начинают расти усы. Усы я обязательно убираю для того, чтобы плодоносила. То есть я не оставляю усы на землянике. Либо вы будете ее размножать, либо она будет плодоносить. То есть она не может одновременно и плодоносить хорошо, и размножаться. Поэтому у вас всегда должен быть маточный куст. То есть обычно садоводы говорят, я куплю один, а нарастет, я себе размножу. Я рекомендую всегда одного сорта покупать. То есть лучше и меньше покупать сортов, но по 3-4 штуки одного сорта. Для того, чтобы из этих выбрать, у кого какие цветоносы, как это выглядит, насколько сильное это растение. Увидеть, что вот в этом кусту максимальное количество цветоносов, не один, а допустим 3 он заложил. И оставить его на размножение. Все цветоносы убрать. И пусть он дает усы. Брать только первые усы. И землянику можно в горшках высаживать в течение всего сезона. Что я еще делаю для того, чтобы она росла хорошо? Весной я ее подкармливаю опять биогумусом. Могу полить настоем конского навоза. Добавляю сиянием 2, либо сухим, либо стараюсь раз в 10 дней поливать жидким препаратом сияния. И брызгаю НВ-101. Гранулки могу разложить сейчас и в августе, когда идет закладка цветочных почек. И обязательно мульча. И если посмотреть на грунт, который здесь рядом, вот здесь почва, которая очень плотная. Которая как пластилин мажется. Здесь же почва, она просто рыхленькая, как творожок. Вот такая почва рыхлая, как творожок. Здесь я не смогу взять ее вообще никак. То есть вот в такой почве развивается корневая система. И землянику называют соломенной ягодой. Соломы у меня не было, поэтому я купила сено. Два брикета больших. И замульчировала, чтобы мои ягоды сейчас. Вот сегодня шел дождь, но мои ягоды все чистенькие, красивые. Посмотрите, вот плодоношение первого года. Вот такие ягодки. Обычно садоводы, когда выбирают ягоду, в описании указано 20-30 грамм, 60 грамм. И всем хочется 100 грамм. Но я сегодня вам покажу, что такое 60 грамм ягода. Ну, пойдемте посмотрим. Из земляника бывает разного веса. Ну, вот, например, 60 грамм. Это вот такая земляничка. Вот 60 грамм. И она не одна, набирается. Ну, вот это грамм будет 35-40. Смотрите. Поэтому 40 грамм – это достаточно крупная ягода. Ну, 60 – это вкусная. Но это не значит, что все будут 60. Вот эти наберутся еще ягодки. Урожайность этого куста достаточно хорошая. Здесь еще есть. Но особо урожайность. Вот эти кусты зимовали две зимы. Пойдемте покажу то, что зимовало три зимы. Четвертый год. И урожайность не падает при агротехнике природного земледелия. Я не хочу есть химическую ягоду. И очень часто у деток, малышей бывает аллергия на землянику. У них аллергия не на землянику, а на ту химию, которую они обрабатывают. От вредителей. Чтобы лучше росла, чтобы лучше завязывалась. Давайте добавим мочевины, давайте суперфосфата. Но это не наш вариант. Я хочу у себя дома есть ягоды, чтобы у меня внуки подошли и в любой момент могли съесть вкусную сладкую ягоду. Ну, кстати, сладость зависит только от того, сколько солнышка у нас. Если у нас будет самая сладкая ягода, какая бы ни была, если у нас она будет, вот будут идти дожди, будет пасмурно, она будет вся кисловатая. То есть, ну, земляника есть еще и суперароматная. Пойдемте, я вам покажу ту землянику, у которой урожайность не падает и после третьей зимы. Вот этот рядочек, он зимовал уже три зимы. И на, то есть, этот сезон у него четвертый. И даже в четвертом сезоне урожайность не падает. Но здесь около килограмма ягод будет минимум. Поэтому вкусных, здоровых, посмотрите. Вот такая земляничка. А если бы все здесь ягоды были по 60 грамм, то их было бы меньше. То есть, либо у вас средних ягодок получается, ну, сколько, около килограмма их будет много, а крупных будет чуть поменьше. Но килограмм максимально на моих кустах, вот на сорт Роксана мне дал в прошлом году полтора килограмма ягод с куста. Это вкусных, ароматных, запашистых ягод. И каждый сорт по-своему хорош. При выращивании земляники возникает еще такой один вопрос, который садоводы с ним справляются по-разному. Это еще любители земляники, кроме детей, взрослых, есть еще такие товарищи, как дрозды. Они знают, когда спеет земляник, они прилетают и начинают выклевывать самую вкусную, самую сладкую. Мы нашли один способ, не знаю, на сколько его хватит. Это вот сова, которая у нас уже живет на нашем участке уже три года. Она отгоняла синиц, чтобы они не выклевывали утеплитель. И сейчас там утеплитель уже как бы спрятан, его нет. И работает она здесь уже почти неделю. Она охраняет нам землянику. Где совы нет, вот там в уголочке, дрозды пытаются клевать. Надо поставить еще вторую сову. Она неподвижной, такой пернатой, которая сидит и не двигается. Они ее принимают за живую и пока боятся. Поэтому мы попробовали закрывать сеткой, но под сеткой неудобно собирать ягоду, ее нужно открывать. Ну вот здесь вот сеточка. Каким-то образом ставить, то есть она прижимает, ягоду прижимает. Ну в общем там нет проветривания, ягодка может подгнивать. Поэтому сова мне пока больше нравится. Либо кто-то использует использованные такие диски, которые раньше были, блестяшки. Либо фольгу, чтобы это блестело, на ветру колыхалось и отпугивало дроздов. Ну вот сова мне нравится, он помощник такой хороший. Даже самый шикарный посадочный материал вот такого плана может быть посажен не в очень хорошую почву. И в принципе он особо ничего не даст. И можно каждый год менять сорта. Этот же самый сорт из подобных горшочков был посажен вот несколько штук. Но здесь была подготовленная почва, о чем мы говорили с вами ранее. И растения выглядят совершенно иначе. И скоро начнется здесь уже более крупные ягоды и плодоношения. Этот сорт просто чуть попозже этой японской селекции. И можно кормить, можно ухаживать, переживать, менять сорта. Ну если вы изначально не подготовите почву, ну то есть это как, знаете, как у трех поросят. Можно построить разные дома и жить по-разному. То есть один дом может быть из соломы, другой дом, а третий дом из кирпича. И все будет хорошо жить и расти. Также и землянички. То есть я всегда стараюсь подготовить изначально хорошую почву. И взять шикарный посадочный материал хорошего качества, посадить и наслаждаться. И вся агротехника природного земледелия говорит о том, чтобы меньше работать. Подготовили почву, добавили биопрепаратов, замульчировали. И не надо вот так бесконечно полоть каждую неделю и лишний раз поливать не надо. И все растет само. Мне это очень нравится. Нравится выращивать разные сорта земляники. Нравится их пробовать. А урожайность всегда примерно около килограмма с куста. Уважаемые садоводы. Наталья Николаевна поделилась своим опытом выращивания земляники. Огромное спасибо за такой интересный рассказ. Я думаю, что вы узнали много нового. Спасибо. До новых встреч на канале Антонов Сад. Спасибо большое. Вот на этом небольшом участке у меня растет около 80 сортов. И один другого крашит. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok